Я хотела рассказать о своем дедушке Соломатине Сергея Васильевича. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет. И для того, чтобы участвовать в войне, он изменил дату своего рождения. Он взял комсомольский билет и попросил переписать ему один год. И вот, кстати говоря, мы эту историю не знали. Мы все время думали, всю жизнь, что дедушка у нас родился в 1926 году. И только когда он уже умер, в 2001 году, в день его похорон, его младший брат Александр, который был единственным посвящен в эту тайну, нам об этом рассказал. То есть вот это еще свидетельство, конечно, о скромности человека и о том, что он абсолютно этим не гордился и считал своим, ну, просто долго. Так вот, дедушка, 15-летний мальчик, ушел на фронт. Представьте, что ему 16 лет. Конечно, у него не было какого-то специального военного образования, поэтому он попал в пехоту. Участвовал сразу в ряде ожесточенных боев. В частности, дедушка в 1941 году, август-сентябрь, участвовал в ожесточенных боях под Ельни. К счастью для нас, можно так сказать, к счастью, он был тяжело ранен в том же 1941 году и был отправлен на лечение и восстановление в город Куркан. И можно сказать, что это спасло ему жизнь, потому что вот пехота, это очень страшно, конечно, вообще война очень страшная. Но пехота, это самая, мне кажется, страшная такая для жизни деятельность на войне. Я хотела бы сказать, что дедушка никогда не рассказывал в своей жизни, а вообще событиях войны. И только под конец жизни он все-таки так, да, что-то нам рассказывал. Мы, конечно, все эти воспоминания храним бережно в памяти. И вот просто, например, про ранение, такая деталь тоже, что было очень тяжелое ранение в ногу, и оперировали дедушку без наркоза, потому что не было средств. Вот, и нога у него была искорюжена, всю жизнь мы это видели. Но он так всегда отшучился, и говорил, да, вот, в поле попало. Еще вот я хотела бы сказать такую тоже вещь, я считаю, что молодое поколение, молодые люди должны такое знать, что дедушка мой ушел на фронт из деревни Суевка, он там родился и вырос, в деревне Суевка, Рязанской области, до сих пор эта деревня есть. Деревня состоит из более чем трехсот домов состояла тогда, то есть очень большая деревня. Все мужчины из этой деревни ушли на фронт, и вернулись только четыре. Это тоже, конечно, такая трагическая история нашей страны, конкретно вот этой деревне. Дедушка рассказывала много разных интересных случаев, таких каких-то воспоминаний. вот из-за того, что мне так запомнилось, то, что вот, я рассказывала, когда были длинные переходы, многокилометровые, 10, 20, 30 километров, и не было сна практически, невозможность, не было возможности спать, они шли по трое, и тот, кто стоял в середине, он дремал вот таким образом, а те, которые шли по бокам слева и справа, получается, они его поддерживали, и таким образом давали возможность ему немножко перетахнуть. Вот. И я хотела бы сказать, что вот относительно того, какой-то, скажем, проекции вот этих всех событий войны, в современной жизни, я бы хотела сказать, что вот очень важно, да, чтобы были такие люди, хотя бы с одной стороны, не обязательно слева и справа, да, которые бы нас поддержали. И это очень важно. И не обязательно ждать войны, военной ситуации, чтобы друг друга поддержать и друг другу помочь. Мне кажется, что это вот тот вывод, та мысль, которую мы должны не забывать. И напоследок я хотела бы поделиться с вами наушенную реликвию, которую дедушка нам тоже оставил. Это вот такая мыльница, которая очень интересная, ну, дедушка ее очень любила, они ее не использовали как мыльницу, а использовали как маленькую кастрюльку. То есть они, дедушка, варили такой незамысловатый супчик и жарили яичницу. Вот мы загранили в нашей семье, ну, наряду, конечно, с другими личными вещами нашего любимого дедушки. И хотела бы сказать, что дедушка потом пошел по военной линии, стал военным связистом, в общем-то не отошел от военной стези, всю жизнь прокладывал связь, стал полковником, в общем-то очень отличился, имеет большое количество наград. И, конечно же, мы благодарны нашему дедушке, как и всем другим дедушкам и прадедушкам, за то мужество, стойкость, героизм и любовь к своей стране, которые они проявили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!